приветствуем вас друзья на канале даниила и лариса сегодня хотим поделиться с вами рецептом вкусной баклажанной икры на самом деле это не баклажанная икра а турецкий салат изме если вы отдыхали в турции где-нибудь в отеле 5 звезд все включено или даже три звезды все выключено то наверняка пробовали этот салат а если не пробовали давайте вместе его приготовим и вы попробуете салат очень вкусный классная закуска и закуска я имею ввиду закуска а не закуска вы поняли и в то же время хороший салат для повседневных блюд а еще друзья лариса испекла французские багеты наконец-то я пригласился до нее наконец-то она испекла и скоро мы поделимся с вами этим классным рецептом багеты получились просто класс вообще такие суперские хрустящие воздушные в общем багеты в сторону баклажанная икра или турецкий салат изме делается очень просто но на самом деле действительно очень просто нам понадобится баклажаны можно использовать классические баклажаны можно вот такие вот странные баклажаны у нас в этом году выросли странные поэтому мы их везде во все рецепты сейчас пихаем не удивляйтесь также нам понравится сладкий перец томат или помидорка лук или цыбулька чесночок оливковое масло и немножко лимонного сока итак друзья в первую очередь баклажаны странные и обычные тут есть уже масло да нет это не масло как оказалось все сложно лариса мне не дала инструкции тут было масло обычное для смазывания баклажана тут было оливковое масло для заправки баклажан в общем я все смешал если вы смешаете баклажаны получится вкуснее если не смешаете тоже получится вкусный простите пожалуйста лариса стоит за камерой смешит меня смазываем хорошенько баклажанчики маслом выкладываем их вот у нас сковородка без ручки в которой мы обычно запекаем вы знаете наверное видели уже если нет такой сковородки можно на обычный протренечек выложить если у нас есть крышка без пластмасски то можно закрыть крышкой кто-то меня запикивает у нас такой крышки нету поэтому закрываю вот так вот фольгой формочку отправляем в духовку на запекание при температуре 200 градусов 25 минут в общем часа поправлю его в духовке так как лариса меня всячески подкалывала и мешала мне работать пришлось отстранить ее от почетного звания оператора и вручить и в руки нож и так наши баклажаны готовы друзья они приготовились еще пока под фольгой который как видите я очень красиво накрыл под фольгой хотя лариса говорила что у меня не получится пока порежем помидоры постараемся нарезать очень меленькими кубиками вот настолько мелко насколько у получится желательно миллиметров 5 ну вообще вот накрошить их накрошить вот так вот примерно накрошили томат отправляем его в посудину в которой будем готовить саму икру точно также очень мелко порежем цибульку или лучок как вам больше нравится чем мельче будет нарезан лук тем вкуснее будет баклажанная икра поэтому вот стараемся его так мелко мелко порезать сладкий перец разрежем пополам и очистим от плодоножки но и от семечек пока лариса режет перец я тут потихонечку подъедаю багет а ларису это злит друзья перец порежем также как можно мельче вот вообще меленько-меленько также при желании в этот салат можно порезать половинку перца чили но если вы любите чили чеснок измельчим любым удобным для вас способом вот мы предпочитаем для салатов именно такой способ можно или раздавить и мелко порезать либо же просто мелко порезать можно конечно и на чеснокодорилку но тогда очень сильно отделяется сок от чеснока в общем не вкусно получается а теперь основной ингредиент заморской икры как там говорил краморов икра заморская баклажанная сами баклажаны мы не зря перешли к баклажанам в последнюю очередь потому что они остывали и вот они немножко остыли но еще не совсем надо очистить их первую очередь от кожицы и вот если вы когда-нибудь задавались вопросом как баклажаны мечет икру у вас сейчас есть уникальный шанс вот именно сейчас в ларисаных умелых руках баклажан превращается в икру друзья извините за то что мы сегодня много ржем мало показываем вам рецепт максимально измельчаем баклажаны тоже меленько меленько вот на кусочки буквально тоже стараемся миллиметров по 5 но так вот как это делает лариса вот видите как меленько порезали баклажаны отправляем их тоже в емкость которой мы готовим икру далее заправляем лимонным соком солим по вкусу можно перемешать попробовать лучше не досолить а потом досолить опционально добавляем турецкий красный перец то есть если говорить о салате измэ то турецкого красного перца в нем достаточно много он острый и заправляем оливковым маслом все это тщательно перемешиваем и теперь надо баклажан на икре или салату измэ я уж не знаю как его называть как вам больше нравится дать настояться хотя бы часок чтобы ну чтобы он напитался вкуса чтобы раскрылся чесночок чтобы баклажаны пропитались вкусом лука в общем надо ему часок постоять а после этого друзья продегустируем в результате через пару часов икра заморская баклажанная помните как фильме иван васильевич меняет профессию очень-очень вкусная такой вот вкус у нее какой-то свежести очень классный друзья очень классно как обычный салат как обычно икра к столу а как закуска ну вы поняли меня о чем я это вообще нечто попробуйте приготовить не пожалеете вам реально очень понравится штука вкусная друзья спасибо за внимание надеюсь наша икра заморская баклажанная или турецкий салат измэ вам понравится и надеюсь напишите какие-нибудь отзывы об этом сообщите вот понравилось не понравилось ну и там лайками дизлайками тоже сообщите конечно спасибо за внимание мы с ларисой готовим для вас интересные видео рецепты сыров колбас в общем там алкоголя ну всего короче что-то я икры захотел заморской баклажанной друзья всего доброго пока